МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Президент принял участие в церемонии открытия движения по 2-й Минской кольцевой автодороге. Перспективы развития сотрудничества между Белоруссией и Китаем сегодня обсуждали в Минске. Главные достопримечательности нашей страны собрали под одной крышей. В столице появился музей архитектурных миниатюр. Подробности в программе новости 24 часа. В студии Сергей Прохоров. Здравствуйте. 160 километров вокруг Минска. На МКАД-2 сегодня официально дан старт автомобильному движению. В торжественной церемонии принял участие президент Беларуси. После завершения строительных работ открыт новый участок магистрали, который соединяет трассы Нагродный и Брест. Таким образом, вторая кольцевая стала полноценной многополосной дорогой, отвечающей всем современным требованиям. Помимо комфортного передвижения, в ней еще заложен и большой транзитный потенциал. Кроме того, это положительно скажется на экологической обстановке Минска, развитии городов-спутников и всего столичного региона в целом. Евгений Горин знает подробности. Сегодня бетонное автокольцо вокруг Минска замкнулось. Глава государства открыл движение по новой уникальной трассе. Здесь собрались и те, кто два года укладывал 90 километров цементно-бетонного покрытия, которое прослужит четверть века. Вторая кольцевая может считаться главной дорожной стройкой Беларуси. В свое время планировали эту дорогу строить с 2011 по 2017 годы. Ну и было принято решение построить один кусок за год и второй за год. Ну тогда даже министр наш не верил, что мы это можем сделать. А губернатор Семен Борис Шапиров, он вообще сомневался, что эта дорога будет. Оказывается, мы напряглись и сделали кусок за год, второй еще за год. И за два года мы получили прекрасную дорогу. Как проект МКАД-2 решил сразу несколько проблем. Освоены новые технологии, которые в перспективе можно даже экспортировать. У наших дорожных строителей уже есть выигранные подряды. Для меня важно было сохранить трудовые коллективы и чтобы наши строительные тресты, дорожные, получили работу. Работу за эти европейские или мировые деньги. Молодцы, выиграли конкурс. Но, о чем я хотел сказать, министр докладывал. Если бы мы не построили эту дорогу, мы бы не имели того подряда, что имеем. А сейчас мы и заказчики, и подрядчики. Почему? Потому что у нас опыт есть в строительстве. И все в мире, на уровне Мирового банка, Всемирного банка признали, что мы строим дорогу по стоимости в 2-3 раза дешевле, чем такие дороги строят у наших соседей. На этой дороге никто ничего не украл. Цена нормальная, стоимость нормальная. Строительство подобных дорог. Мы будем такие дороги строить с бетонным покрытием. Они примерно по стоимости как асфальт, а содержание в 2-3 раза дешевле. Эта современная магистраль помогла и белорусским цементным заводам с заказами. Несколько сотен тысяч тонн цемента, когда рынок был переполнен предложениями, дорогого стоит. Примерная цена МК-2 около 300 миллионов долларов. Где-то по 3 миллиона за километр. Трасса вдвое дольше прослужит, чем асфальтная. На ремонт тоже меньше затрат. Проработана и экономическая судьба 2-й кольцевой. Дорога станет транспортным каркасом для развития городов-спутников и всей Минской области. Восемь инвестиционных площадок. Это площадки не мелкие, скажем так. Там есть даже и торговые объекты крупные, что логично, и логистические центры. Эффекты достигаются непрямой окупаемостью. Николай Метлицкий за рулем 34 года. В трудовой всего одна запись. Он прекрасно помнит, какими были дороги, когда он вышел в свой первый рейс. То, что было и что есть сегодня, это земля и небо. Теперь дважды в неделю он пересекает на своем автобусе всю Беларусь. С юго-востока на северо-запад. Рейс Гомель-Вильнюс проходит через столицу страны. И водитель прекрасно знает, насколько важна кольцевая дорога у крупного города. При подъезде к большому городу создаются пробки, неудобства для водителей. И такое кольцо, как второе, допустим, для большого города Минска необходимо. Нас прежде всего радует то, что со стороны главы государства особое внимание уделяется реконструкции и строительству новых автомобильных дорог. В свою очередь это повлияет на то качество оказываемых услуг населению. Учитывая, что мы осуществляем не только пассажирские перевозки, а также и грузовые перевозки. Президент опробовал новую трассу на пассажирском автобусе. Доехали до развязки с дорогой на Гродно. В ближайшие два года планируется выполнить и ее реконструкцию. Во время дороги на МКАД-2 основной пейзаж – простор. Но это пока. Запланировано поле работы. Предприятиям предлагается организовывать производство, открывать филиалы, склады. Экономически это пока целесообразнее, чем в Минске. Для автомобилистов вторая кольцевая как подарок к Новому году. Бетонное кольцо вокруг столицы вышло красивым, широким и надежным. Транспортники предполагают, что в первое время интенсивность движения по ней составит 4,5 тысяч машин в сутки. Но эта цифра постоянно будет расти. Новая бетонка разгрузит старенькую МКАД, по некоторым участкам которой в сутки сейчас проезжает 100 тысяч автомобилей. Транспортники рассчитывают, что значительная часть грузового потока с первой кольцевой переместится сюда. Это улучшит экологическую обстановку столицы. Автолюбители уже могут опробовать МКАД-2, но зимой скорость на новых участках ограничит до 70 км в час, потому что в первый год на бетонке запрещено применять противогололедные материалы. А вот на километрах, сданных в прошлом году, можно будет прокатиться с ветерком до 120 км в час. Год назад стали доступны 47 км 2-й кольцевой. На участке от автомобильной дороги Р-28 Минск-Молодечно-Нароч до автомобильной дороги М6 Минск-Гродно. А сегодня открыли участок, соединяющий Гродненское и Брестское шоссе. Вместе с существующими трассами М1, Е30, М2 и Р-80 общая протяженность МКАД-2 160 км. Львиная доля 90 км. Дорога первой категории из цементобетона. Две полосы в каждую сторону. Мосты, путепроводы, ограждения, предотвращающие лобовое столкновение. У жилых застройок звуковые экраны. Наша основная задача – это финансирование крупных проектов, которые оказывают влияние на экономику страны. Поэтому те условия, которые мы предложили как по белорусским рублям, так и по валюте, они, конечно, не могли быть предложены другими коммерческими банками, цель которых – прибыль. МКАД-2 позволяет направить транзитные потоки со всех трансевропейских коридоров в обход Минска. Она объединяет север и юг, восток и запад. Планируется, что дорога первой категории появится от Орши до Битебска. Кроме того, началась реализация пилотного проекта по реконструкции автодороги М10. Границы России – селище Гомель-Кобрин. Вы знаете, в Украине проблемы. Там весь поток, который шёл с востока на запад и обратно, этот поток пошёл через Беларусь. Поэтому ещё и через Гомель, туда вот внизу, через Полесье, на Брест, там есть такая маленькая узкая дорожка. Мы должны построить примерно такую же дорогу, перехватив поток с Шанхая, с Китая, через Казахстан, Россию, Брянск, и на Брест выйти, взять и это направление. Это большие деньги. Сегодня транзит, потому что за дороги платят, а завтра это будут очень большие деньги. Если бы мы сегодня брали деньги, как в Европе платят за дороги, мы бы, наверное, меньше проблем имели в стране вообще. Но это надо делать постепенно. Постепенно, потихонечку мы будем вводить плату для транзитных иностранных перевозок. Беларусов будем шадить, они пошлины платят. И за эти пошлины мы договорились, будем продолжать уже в будущем году делать акцент на строительстве местных дорог. Чтобы транзитно-транспортная сфера оставалась одним из основных источников поступления валюты в страну, её нужно постоянно развивать. За прошлую пятилетку в Беларуси на 500 километров увеличена протяжённость дорог общего пользования, а модернизировано более 600 километров основных автомобильных дорог. Евгений Горин, Екатерина Желянина, Александр Дебриян и Александр Расько, телекомпания СТВ. Минск готов стать масштабной дискуссионной площадкой во время проведения летней сессии парламентской ассамблеи ОБСЕ. Об этом сегодня шла речь на встрече белорусских парламентариев с делегацией этой организации. Планируется, что в Минск приедет около 700 участников из 56 стран. Заместитель председателя парламентской ассамблеи ОБСЕ Кент Харстед также отметил, что этот масштабный форум – возможность проработать и закрепить новые контакты. По его мнению, Беларусь и ОБСЕ уже наладили прекрасное взаимодействие по ряду иных направлений, помимо избирательных вопросов. Александр Лукашенко и экс-глава Украины Леонид Кучма провели сегодня встречу. Общаясь с украинским гостем, глава белорусского государства признался, что рад этой встрече. Для меня всегда большая честь пообщаться. А потом даже, чтобы люди знали, что жизнь продолжается. Так или нет? Да, и что мы остались друзьями. Вот. Для меня это принципиально в первую очередь. Для действующего президента одно, а для экс, так сказать, совсем другое. Лучше уже не бывает. Ну да, по конституции, да, по жизни. Тёплое общение и обмен подарками сопутствовали беседе, в которые стороны подчеркнули дружественный характер отношений как в личном плане, так и между народами двух стран. На счастье белорусскому и украинскому нашему народу. Белоруссия и Украина вскоре отметят 25-летие установления дипломатических отношений. В этой связи стороны говорили о нынешнем состоянии и перспективах белорусско-украинского сотрудничества. Не обошли вниманием и работу в Минске трёхсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины. Белорусско, которое пострадало сегодня при взрыве в Москве у станции метро Коломенское, выписано из больницы. Наша соотечественница получила незначительные травмы. Это произошло утром. Нарушение правил безопасности при проведении сварочных работ привело к разгерматизации газового баллона, последующему взрыву и возгоранию. В результате инцидента пострадали 7 человек. Двоим из них потребовалась госпитализация. Среди пострадавших оказалась наша соотечественница, гражданка Белоруссии. Девушка 26 лет, она косметолог, работает здесь в Москве. Но полученные ею повреждения не носили тяжёлого характера. Побывала в лечебном учреждении московском, получила необходимую медицинскую помощь. И в настоящее время находится дома, покинула больницу. То есть с ней, мы надеемся, всё будет в порядке, всё будет хорошо. Рождественский рынок в Берлине, где 19 декабря был совершён теракт, сегодня вновь открылся для посетителей. Недоступной будет лишь та часть, которая пострадала при наезде грузовика. Там организован импровизированный мемориал в памяти о 12 погибших. В знак скорби люди продолжают нести свежие цветы и свечи. Рынок после инцидента был обнесён бетонными заграждениями, чтобы полностью исключить возможность повторения трагедии. Такого рода барьеры возведены в местах массовых гуляний не только в Берлине, но и в других крупных городах Германии. Тем временем поиски преступника продолжаются. Сегодня с этой целью обыскивали паромы из Дании и Швеции. Пока безуспешно. Таким образом, тунисец Аннис, которого подозревают в совершении преступления, может скрываться в любой точке Европы. За информацию о его местонахождении назначена награда в 100 тысяч евро. Число погибших от отравления лосьоном боярышник в российском Иркутске достигло 71. Остановить эпидемию отравлений пока не удаётся, несмотря на самые жёсткие полицейские и административные меры. На данный момент арестованы пятеро причастных к распространению ядовитой настойки, а также ликвидирован подпольный цех по разливу этого препарата. Ограничена продажа боярышника, а также волокордина в масштабах всей Российской Федерации. Однако по результатам экспертиз обнаружилось, что причиной гибели людей является не только боярышник, но и ещё какой-то препарат. Он вполне возможно изготавливался в том же цеху. Основными жертвами фальшивой настойки являются представители социально неблагополучных слоёв, которые используют различные спиртосодержащие вещества в качестве дешёвой альтернативы водки. МИД Беларуси выразил протест в связи с некорректными высказываниями в адрес Беларуси директора Российского института стратегических исследований Леонида Решетникова. Сегодня во внешнеполитическое ведомство вызвали советника-посланника посольства России в нашей стране. В ходе встречи дипломату заявлен протест. В Министерстве иностранных дел заявления Решетникова считают необоснованными по сути и неприемлемыми по форме. Кроме того, подчеркнуто, что они абсолютно не соответствуют стратегическому характеру белорусско-российских отношений. Беларусы всё чаще задумываются о монетизации знаний китайского языка. Минские магазины разыскивают продавцов со вторым китайским. Строительные фирмы просят менеджеров начать его изучать. А желание понять жителей Поднебесной заставило более 600 белорусов уехать учиться в Пекин и Шанхай. Да и в Минске уже учатся около 2000 китайских студентов. Сегодня на языке иероглифов. Методики преподавания обсуждали педагоги двух стран и наш корреспондент Виктория Ходосок. Китайский язык не очень трудный, просто главное начать. Для Валерии китайский язык, как и для многих белорусов, уже не просто экзотика или модное увлечение, а перспективное направление. Сегодня она студентка первого курса лингвистического, а знание языка уже на уровне. Я читаю книги, сейчас уже много иероглифов достаточно знаю, уже могу практически свободно разговаривать. Школьница Есения Каше по-китайски учит 6 лет. Девочка уже не только говорит и пишет по-китайски, но и осваивает культуру азиатской страны. Мне делают традицию, такой чай готовят. Я пыталась делать только, правда, не из китайской посуды, а просто из своей. И пыталась вот еще иероглиф вырезать, ну, счастье специальное и вешать его на окно. Китайский язык набирает популярность во всем мире. Китайские туристы стали частью туристических столиц. Модные магазины по всему миру разыскивают продавцов с китайским. Тенденция пришла и в Минск. Специалисты с такой компетенцией нужны на стройках, в логистике и в простом чайном магазине. Китайская культура, питья китайского чая, она, в принципе, растет геометрической прогрессии. И чем ближе мы будем к этой чайной теме, китайской непосредственно, тем, соответственно, это приведет нам прямые дивиденды. В Беларуси почти 2000 студентов из Поднебесной делают успехи в изучении русского и белорусского. А наши каждый год участвуют в программах обмена с КНР. Сотрудничаем мы долго. Об этом сегодня говорили и на Белорусско-Китайском образовательном форуме в Минске. Каждый год мы отправляем от 30 до 50 студентов на такие полугодовые или годовые стажировки. Ван Жуй Синь – педагог и волонтер по обмену из Поднебесной. Сюда приехала учить иероглифам белорусских школьников и параллельно самой подтягивать свой русский, который не скрывает, дается нелегко. Обычно я писать, потом мы будем разговаривать. Белоруссия и официальный Пекин – стратегические партнеры. Такие отношения у Китая всего с четырьмя странами мира. Китайские бизнесмены активно вкладывают инвестиции. Создание парка – великий камень тому подтверждения. Поэтому изучение китайского – это монетизация будущего. Чунко, Че, Ши и Чойнбиянь. Примерно так он звучит из уст новичка. И ведь неудивительно, что трудно. Китайский язык занесен в Книгу рекордов Гиннесса как один из сложнейших языков в мире. Виктория Ходосок, Татьяна Ревизори, Сергей Капустин и Дмитрий Травин. Телекомпания СТВ. Вся Беларусь в одном здании в столичном дворце профсоюзов открылся музей архитектурных миниатюр. Лицкие и Косовские замки, Калужская церковь, Брестская крепость. Пока в экспозиции 17 точных копий белорусских достопримечательностей. Но в дальнейшем планируется расширить коллекцию еще на несколько десятков экспонатов. Алена Сырова отправилась в путешествие по стране. Между Брестской крепостью и Лицким замком в реальности почти три сотни километров. Здесь же расстояние между всего несколько шагов. Творец Румянцевых Паскевичей, Национальная библиотека и еще полтора десятка экспонатов в формате мини. Их реальные прототипы в туристических путеводителях значатся с пометкой «Обязательно к посещению». А этот экспонат уникален не только с исторической точки зрения. Усадьба Вискули, что в Беловежской пуще, выполнена в масштабе 1 к 100. Здесь соблюдены даже нюансы с точки зрения флоры и фауны. Хорошо заметен дуб Патриарх и гнездо аистов. А вообще полная детализация – это и есть главная фишка этой экспозиции. Перед вами макет Каменецкой башни. Обратите внимание, что попасть в башню было это очень непросто, потому что со всех сторон она была окружена рвом с водой. К тому же вход в саму башню находился на высоте 13 метров. И для того, чтобы в неё попасть, нужно было подставить деревянную лестницу, а вот тяжёлые грузы, например, козу, старались поднимать с помощью своеобразного лифта 15 века. Чтобы воспроизвести на фасадах макетов даже потертости и подтёки от воды, конструкторам пришлось изучать архивы, чертежи и неоднократно выезжать на место. На строительство одного экспоната мастера будут работать полгода. Все макеты выполнены из пластика. Некоторые детали печатали на 3D-принтере. Но ручной работы всё же больше. Самое сложное – это замки. Там количество деталей доходит до 6000. То есть это очень такой большой конструктор Лего без инструкции по сборке. Объекты попроще, как правило, это в районе тысячи-полутора тысяч деталей. Первые посетители обойти Беларусь за полчаса смогут уже в субботу. Пока экспонатов всего 17, но в работе ещё шесть десятков. Появятся Мирские и Несверские замки и столичное Троицкое предместие. Алена Сырова и Владимир Слиш, телекомпания СТВ. И последнее. В канадском Торонто панда подралась со снеговиком. Его слепили сотрудники зоопарка, чтобы позабавить животное. Но снежная конструкция пришлась питомцу не по нраву. Панда действует методично. Отламывает снеговику голову, запрыгивает на него и бьёт, и пинает. Справиться с основанием снежной скульптуры ей так и не удалось. Таким был четверг. Больше новостей найдёте по адресу в интернете ctv.by. Репортажи и эфирные видео всех программ в любое время доступны на YouTube-канале СТВ. В студии работал Сергей Прохоров. Доброй ночи. Субтитры создавал DimaTorzok